Ну что, друзья, добрый вечер. Спасибо, друзья, с вами был Игорь Негода. Я поздно сегодня у нас необычная ситуация, мы хотим, как сказать, что это другое, что это другое, что это другое, что это другое, что это другое. Мы хотим, чтобы люди в этой нашей комнате порядка 20 тысяч человек, это рабы, здесь у нас не работают, но я заметил, что все равно в Эфидарске и всех парадок с погодой, в Эфидарске и Смире, если просматривание, если вы не любите, возможно, на расположенное время, когда и на то, кстати, нормально, это нормально. Если можно, здесь, кстати, у нас это другое, но здесь, видите, в Эфидарске, в Сарфории, это действительно хорошо, если да, как, что он часто может воспринимать, если вы тоже замечаете, то что не планируете, да, то там несколькоzek своеобразие, обзор по нашей технологии, да, по технологии, которые мы с вами сегодняшний день продвигаем, И задам, как всегда, вопрос, кто, коллеги, друзья, партнеры с какого года в нашей такой прекрасной лодке? Напишите, пожалуйста, в чат. Я всегда спрашиваю, почему, потому что сам я с 2014 года узнал о проекте 2011 года. Да, что я правильно пишу. Почему я спрашиваю, потому что всегда очень приятно, сейчас смотрю в чат, еще дополнительно в чат Ютуба. Очень приятно, когда на прошлой встрече, на следующей встрече человек написал, что он всего лишь 6 месяцев, 6 месяцев в нашем проекте. Субтитры создавал DimaTorzok или в Санкт-Петербург. Сам о проекте хочу немножко узнать, как же я, вернее, рассказать, как же я познакомился с проектом, с этим прекраснейшим проектом инновационного транспорта. Познакомился я, будучи в Санкт-Петербурге, город Санкт-Петербург. Вот на этом сзане написано «Город-герой Ленинграда». Это так и есть, я это подтверждаю. Прекраснейший город. Вот в этой гостинице, гостиница Остябрьская, это было в 2011 году, мы организовали такую огромную конференцию. Почти полгода мы договаривались и разговаривали вот с этим человеком. Это «Жак Фреско». Если кто-то не знает, наберите в интернете «Жак Фреско». Это проект «Венера», прекраснейший инженер. В 96 лет ему было проект «Венера выглядел». Тогда Ирина, это моя супруга Ирина, мы, Ирина, я и Лариса Артамонова организовывали вот в этом большом конференции зале гостиницы «Остябрьская». Полторы тысячи человек, и мы предлагали и освещали проект «Венера». Но, что самое интересное, именно в этот момент присутствовал и вот сам проект «Венера», вы видите сейчас на слайдах, это ресурско-двигающая экономика. Все строения были, конечно же, готовные. В 96 лет было Жаку Фреско, когда он предъявил желание и прилетел в Санкт-Петербург и осветил свой проект, насколько он актуален для него. Но тогда наша идея была показать этот проект, и мы показали его в Аграрном университете. Студенты, конечно же, заинтересовались. И именно здесь, вот вы видите сейчас на заднем плане, сзади меня сидит Жак Фреско, его супруга по левой стороне и помощники. Они все прилетели и очень долго рассказывали нам об этом проекте. Но суть сейчас не об этом. Я о том хочу сказать, что именно здесь я узнал впервые в 2012 году. 2011 год, конец 2012, начало 2012 года. Я узнал о проекте SkyWay, инновационном транспорте. Это было отрадно и приятно. Но приятный был проект, мне его днесли очень красиво. Но тогда я на него не прореагировал, а прореагировал аж в 2014 году. И благодаря вот этому человеку, Анатолию Дарвичу Юницкому, прекраснейшему светлому человеку, который неустанно несет информацию о проекте и предоставляет и несет ее нам, партнерам и людям, в жизнь как бы оживляет ее. Этот проект инновационного транспорта, прекраснейшего инновационного транспорта, который мы с вами на сегодняшний день реализуем. Я так представляю, что на сегодняшний день на площадке у нас партнеры, но возможно, возможно и по моему прекрасному опыту, потом еще просматривается колоссальное количество в записи. После присутствует всегда небольшое количество, но просмотры потом 300, 400, 500. У меня одно видео дошло до полутора тысяч просмотров. Так что люди находят время и просматривают потом. Вот этот инновационный транспорт, реальные фотографии, кстати, сейчас на слайде, реальные фотографии нашего вида транспорта, юнибайк двухместный, юнибус трехсекционный, юнибус односекционный, подвесной и оба подвесные, навесного здесь на сегодняшний день нет. Естественно, этот вид транспорт имеет свою путевую структуру, тип рельса. У нас на сегодняшний день теперь четыре вида рельса. Жесткий рельс, полужесткий рельс, гибкий рельс и суперлегкая. Для суперлегкого юнивинта это колтюбинговая труба. И мы все видели на прошлом Экофесте, кто был там, как раз передвигался, вернее стоял, был воочию на земле. Мы могли посидеть в нем как раз маленький вот этот вот юнибинт. Вот на первой фотографии он как раз с левой стороны, реальные фотографии, на самом первой верхней фотографии он и есть. То есть у нас четыре вида, дорогие друзья, типов рельс с определенной скоростью. Видите, с каждой скоростью происходит движение по этим типам рельс. И мы имеем на сегодняшний день колоссальное количество модельного ряда созданных наших транспортных средств. И это отрадно и радует нас. Не все засертифицировано на сегодняшний день. Вот вы видите, здесь стоит высокоскоростная машина. Она изготовлена. Она была продемонстрирована на Инотрансе 2017. Она изготовлена, но сертификацию к основному не прошла. Еще одно, один момент. Вот эта прекраснейшая машина Unicorn для перевозки контейнеров. Эта машина как раз сейчас вышла, вышел ролик. Если кто-то присутствовал чуть-чуть пораньше, мог увидеть ролик от самого создателя Анатонида Ильича Веницкого. Видеоролик в Ютьюбе о как раз этой машине. Он непосредственно стоит возле этой машины. Вернее, возле ее основной части тележки. И то, что на нее сейчас монтируется. И как ни странно, эта машина оказалась на сегодняшний день, хотя и тоже и Unibike, и Unicont, и Unilet, и Unilet тоже актуальны. Вернее, Unibike и Unibus актуальны. Но Unicont на сегодняшний день оказался более актуальны. Почему? Потому что это подтверждает наше присутствие в Антверпенском порту. Хотя у них три вида еще трассы было внутри порта самого. Но приоритет они все-таки отдали в первую очередь Unicont. И вот вы видите сейчас красными пунктами. Это как раз схема порта. Желтым передвижение контейнеров. И красными пунктами отмечены точками, отмечены места разгрузки и загрузки контейнеров. И для них это очень оказалось актуально. И они даже отказались на первых порах. Вот по этой стороне, по правой. В предыдущих видео я рассказывал. Можете посмотреть в YouTube. Есть мои презентации, где я рассказывал об Антверпенском порту. Сейчас не буду останавливаться. Вот здесь, с правой стороны и по эту сторону, это река, реки Шильда. Они должны были, хотели пустить Unibike 14-местный для перевозки инженеров, рабочих и так далее. Но основной момент здесь вот река Шильда, 1,900 метров. Переход через эту реку Шильду. И это оказалось очень-очень актуальным в техническом плане. И заинтересовал Антон Леонидовича. Но я не об этом сейчас. Я о том, что именно красные точки – это место разгрузки и погрузки контейнеров. То есть контейнерная позиция очень стоит в приоритете на сегодняшний день. Мы очень долго дискутировали. С 2017 года я общаюсь с этим направлением. Не буду сейчас останавливаться именно на этом. Но работа ведется и я очень рад тому, что основные моменты и основное направление по этому, именно по Unicom, начало свое движение. То есть Антон Леонидович очень прекрасно рассказывает в этом ролике основные моменты, которые уже помещены и монтированы на тележку. И он рассказывает, что в основе тележки, и она подрессоренная, и имеется пневмоподвеска. Он рассказывает, то есть видите, как бы каждая машина, которая появляется на свет, она модернизируется и усовершенствуется. Это очень приятно. И тележка имеет, я как раз основные моменты прописал, она подворотная, имеет гидропривод, позволяющий ей автоматически держать колесо. При этом Антон Леонидович отмечает моменты, что у нас колеса, они свободные, то есть не так, как у железной дороги, спаренные. То есть у нас каждое колесо, можно сказать, по-своему умные колеса, вот так можно сказать. И это сложнейшая технически инженерная машина. Если с одной стороны мы посмотрим и кажется, что вроде бы как бы ничего обычного нет, то когда снимается обшивка, то, конечно же, мы видим, насколько сложна внутри эта техника. И это, ну, коллеги, это прекрасно и даже можно сказать, что можно гордиться этим, потому что она вроде бы и сложна, но в то же время она и проста. Да, потому что, ну, потому что машина такая, как есть, как она получилась. И, в общем-то, она довольно-таки такая, ну, весомая, вот так. И Антон Леонидович очень красиво рассказывает про усовершенствованное мотор-колесо. Если кто-то обратил внимание, и кто был на Инотрансе 2016, там было представлено публике мотор-колесо, вместе совмещенное мотор-колесо и тормозная система. Сейчас как раз Антон Леонидович рассказывал, что здесь именно в этом варианте усовершенствованное мотор-колесо, двигатель на 60 кВт стоит отдельно, да, и он вынесен за пределы колеса и соединен вот как раз полуосью. Для чего это сделано? Это как раз мы уходим от вибраций, колебаний и уходим от шумов и от ударов. То есть как раз плавность качения, далее идет тормозная система и сам мотор-колесо. То есть плавность качения тем самым и все соответствующие с этим моменты для того, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно, потому что это усовершенствованная как бы подвесная система и система движения, она как бы рассчитана на такая, знаете, как универсальная. Она рассчитана еще и для того, чтобы использовать ее для юнибуса 25-местного и в то же время, если будет необходимость, до 200 мест, для пассажиров 200 мест. Вот. Большое спасибо Анатолию Давыдовичу. Всегда говорю при встрече, при возможности, потому что, ну, невозможно этому человеку не сказать спасибо за то, что происходит, за то, что он продвигает в жизнь, и мы этому, естественно, помогаем, да. Вот даже будучи, вот, собрал немножко здесь, я так, как раз в слайды, некоторую информацию, которая была и вещалась уже, но мне очень хочется еще раз ее пересказать, потому что вот грамота, полученная в 10-м классе, да, для задействующую модель, которую получил Анатолию Давыдович, задействующую модель ракетодром. И вырезка из газеты, где Анатолию Давыдович за свои инженерные воплощения в армии получает определенные награды и поощрения. Это тоже говорит о том, что Анатолию Давыдович всегда, постоянно находится в такой вот точке продумывания и вперед, идем вперед. Будучи, вот здесь 1971 год, и Анатолий Давыдович слева второй, будучи в институте, он, конечно, прорисовывает, прочерчивает, как бы, и художественно даже в некоторых цветных картиночках, те именно машины, те именно юнибайки и юнибусы, которые, они, конечно, видоизменились, они усовершенствовались, как вот с Юниконтом, да, постоянно машина усовершенствуется. И, конечно же, здесь они смотрятся немножко, как бы, с мультиизированной стороны, как будто для мультиков, да, но, тем не менее, это все машины, которые на сегодняшний день уже реализованы, да. И вот тоже, тоже я недавно нашел в, на сайте Анатолия Давыдовича, юницкийинженер.ком, фотографию, вернее, рисунок Анатолия Давыдовича, где он воплощал на бумаге именно идею передвижения и систему, как наша путевая структура будет работать под водой, то есть, каким образом она будет подвешена и тому, и так далее, и тому подобное. Но знаете, что самое интересное? Это как раз станция, пересадочная станция под водой, то есть, станция пересадки и всевозможные системы для поддерживания этой нашей путевой структуры под водой. Но знаете, что самое интересное? Недавно я нашел вот в Норвегии такую информацию, плавучий туннель, 1121 километра под водой, стоимость проекта составляет 40 миллиардов долларов, они начали его строительство уже в 2017 году, и можно посмотреть видео в интернете, и планируют его закончить в 2029, то есть, 1121 километр под водой. Но, что самое интересное и отрадное, они используют как раз ту систему, которую описал 40 лет назад Антолий Давыдович. Посмотрите на эту систему, не буду говорить о ней, для тех, кому это очень интересно, для инженерного склада ума, вы можете найти все это у Антоли Давыдовича непосредственно на его канале. Но было приятно, что именно такую систему они все-таки взяли за основу. Спасибо Антолию Давыдовичу, что все эти 40 лет он не устал и постоянно продвигает эту технологию. Мы видим всевозможные газеты, в которых писалось когда-то в «Юный техник», даже за 1988 год. Я, кстати, когда-то читал этот «Юный техник» и натыкался на некоторые, находил некоторые как раз статьи по поводу этого. И на сегодняшний день очень много, очень много газет, даже вот видите, вот с правой стороны билет на Юнибайк продают и так далее газеты. Но это очень хорошо, и то, что они пишут о нас, это очень греет душу. Но нужно отдать должное нашему полигону в озерах, где вот этот прекрасный ЗИЛ, Ю-21, да, с измененными, опять смотрите, видоизмененными. То есть Антоли Давыдович постоянно видоизменяет и улучшает в лучшую сторону. Инженерные мысли работают видоизмененными колесами. Металлические колеса обхватывают нашу рельс, ну можно сказать рельс, а в данном случае это труба. И полностью, да, кстати, этот дедушка наш на сегодняшний день находится в «Экотехнопарке», да, в Марьиной горке. Марьиной горка находится 60 километров от непосредственно центра Белоруссии, да, от Минска. Вот он стоит там. Спасибо Евгению Кудряшову и Сергею Сибирякову, там у нас в Ютьюбе, если кто-то найдет, может найти целое видео, как это было, как это происходило. Триллер такой по поискам, очень красивый. Но на этом же месте в озерах был, как правило, видите, мы устанавливаем первую отправную точку нашей транспортной системы, да, это вот как бы первый камень был установлен, такой вот грандиозный, большой. Дальше посмотрим мы на фотографиях, как видоизменяется. Здесь на этой фотографии я нашел специально, хотел показать засекреченную тогда информацию именно анкерной опоры и система натяжения именно нашей струны, рельс струны, как она натягивалась и так далее, потому что это наше ноу-хау. Друзья, мы это запатентовали и это наш патент. Вот. Спасибо Анатолию Дадычу, что именно в то время он скоротал наше сегодняшнее время по разработке, по, вот вы видите на этих фотографиях как раз первые детали юнибуса многоместного и так далее, строился вот в таком помещении, да, отрабатывались всевозможные, отлаживались всевозможные моменты сидения, как комфортно, некомфортно. Анатолию Дадычу, видите, здесь даже со сломанной ногой, но тем не менее, будучи вот в таком состоянии, он приходит на это место и всегда радеет за свое детище, то есть душа болеет за этот вид транспорта, как он живет, как он воплощается, и это очень приятно. И спасибо большое за то, что мы получили прекрасное тогда в аэродинамической трубе коэффициент аэродинамического сопротивления, да, мы сейчас имеем показатели великолепные очень по нашему аэродинамическому сопротивлению, я даже сказал, что самые лучшие показатели на сегодняшний день, очень много делегаций и очень много встреч на тот момент было, и одна из средней фотографий, вы видите, как раз наши сегодняшние партнеры, то есть взаимоотношения с ними идут очень давно, они прекрасно знают, и когда на сегодняшний день они узнали, что мы продвинулись очень далеко, благодаря, конечно, всем нам, и мне в том числе, и вам, те, кто сидят по ту сторону экрана, потому что мы все внесли свой вклад в это, в развитие и поверили, и как бы поняли, что это необходимо. И, конечно, спасибо огромное, большое, и вот на заднем плане стоит надежда, есть такой ролик в Ютьюбе, вернее, фильм «Небо на колесе», где Анатолий Радович говорит, что однажды в его жизнь пришла надежда. Вот как раз надежда пришла по-разному, то есть и в виде этого, и в виде следующего мы начали то строительство в 2015 году, помните, в 2015 году мы получили 36 гектар, и начали инженерно-геодезические изыскания именно на этом полигоне. Как раз вот в начале те, кто присутствовали чуть-чуть пораньше, могли увидеть ролик, где Анатолий Радович идет по красной дорожке и закладывают вот эту капсулу, капсулу времени, мы еще заложили кристалл туда, вот Лариса Артамонова, Ирина Волкова, Алексей Суходоев, Владимир Маслов, там Сергей Сибиряков, Кириченко на заднем плане, Радович сам закладывает капсулу с письмом потомкам на, по-моему, 25 и 50 лет, если я не ошибаюсь. Могу ошибиться по временным капсулам, но тем не менее они заложены, и письмо, мне даже самому интересно, что же там написано. То есть ближайшую капсулу мы уже скоро будем вырывать, вырыем и прочитаем, что же там написали нам наши коллеги. И мы шли очень сказать, что трудно или быстро, нельзя так сказать, но были свои преграды, но тем не менее мы шли, мы открывали нулевой километр. Смотрите, как видоизменился в лучшую сторону, опять нулевой километр, да? Смотрите, он не просто видоизменился, не изменился, а усовершенствовался, как все то, что происходит сейчас с нашими машинами, да? И те морозные состояния, и та нехватка бетона, если кто-то помнит, когда мы начинали строительство, нам не хватало бетон, потому что город не выделял, потому что мы находились 60 километров за городом, и вроде нестратегическое такого плана был объект, но тем не менее мы это сделали. И вот первый, если кто помнит, я был на этом 16-м году на Эко-фестивале, где было всего 850 партнеров, если вот вы видите на нижней правой фотографии, мы были вот под таким шатром, и по всем погодным условиям должна была быть колоссальнейшая гроза и очень плохая погода. Но, знаете, что произошло? Вот не дадут мне соврать те люди, которые были там, и те, кто знают это, погода была просто великолепнейшая, яркое солнце, тучи разошлись, фестиваль прошел великолепно, конференция прошла шикарно, 850 человек вернулись обратно, и как только мы вернулись, вечером, под вечер в ночь пошел дождь. Поэтому так что тучи над нашим эко-технопарком и над нашей технологией раскрываются, дорогие коллеги. Мы идем всегда со светом. И те 850 человек, мы были настолько счастливы, даже вот видя сзади себя опаловку, там какие-то недостроенные вещи, всевозможные анкерные опоры, которые еще были в работе, нас не допускали, но мы были очень, видите, красной такой лентой, было огорожено все, но тем не менее мы были очень рады. И мы шли дальше, дальше и дальше и дальше. Мы монтировали 15 опор г-образных. Очень часто мне задают вопросы с Францией, почему они такие короткие. Хотя мы заявляем, что мы, если нужно будет подняться на ту высоту необходимую, расчетную, которая будет необходима, мы поднимемся. Но здесь, с инженерной точки зрения, Анатолий Ладович рассчитал так, чтобы мог проезжать наш подвижной состав, и инженеры, и специалисты могли спокойно его обслуживать на этой высоте. То есть только исходя из этого. Ну и еще, конечно, из экономии денежных средств, потому что денежных средств тогда нужно было много на развитие. И мы очень много денег тратили на всевозможные вещи. И если вы помните, мы искали тогда очень много партнеров, и партнеры оказывались не те, которые нужны нам, потому что делали не ту по ГОСТам, по их ГОСТам 5-7 мм до 10 мм – это нормально. Для нас миллиметр в миллиметр – вот это нормально. Поэтому так, как есть на сегодняшний день, и то, что мы сегодня приобретаем, я дальше скажу, для нас это очень актуально. Помним наш бетон, который мы сделали. И помним, вот мне очень нравится эта фотография, когда Синкевич – это руководитель предприятия нашего тогда, очень грамотный инженер, великолепнейший, высочайшего класса инженер. Он конструировал ее мобиль для олигарха Прохорова, если кто знает. Это как раз у него очень большой колоссальный опыт. Большое спасибо ему, он очень много привнес в новшеств, тоже помог нам для старта. И вот на доске, на правом нижнем фотографии, вы видите 45, написано это отчет дней, то есть 45, 44, 43. Мы отсчитывали тогда дни до вот этого события и на Транс-2016. Это был фурор, когда мы показали эти две машины. Везли мы их с определенными тоже небольшими моментами, кто знает из истории, мы рассказывали уже. Ротхук тогда присутствовал, Кирченко и вот еще один наш коллега. Вот. И вот вы как раз видите здесь мотор-колесо, то первое мотор-колесо, которое мы представили обозрению как раз на Трансе, вместе соединенное мотор-колесо и тормозная система. На сегодняшний день вы видели в ролике, да, и я показал вам, что мы усовершенствуем наши машины и нашу технологию. Это очень приятно и достойно. Достойно, коллеги. Вот. Мы много выступали на выставках в Индонезии, вот всевозможных... Вот в Африку мы ездили с Алексеем Суходовим. Вот вы видите как раз выступление на ТВ-канале «Бизнес-24» в Африке. Котеды УАР пришлось сделать кучу всевозможных прививок, глотать таблетки от малярии. Желтый паспорт мы получили и только с этим паспортом на границе, если не имеешь паспорта, то в Африку не пускают. Вот. Но мы это прошли, поехали, съездили для того, чтобы именно там показать, рассказать и поговорить с бизнес-партнерами о будущем нашей технологии. И довольно-таки успешно все продвигается. И на сегодняшний день как раз, вот вы знаете, у нас Кристиан, амбассадор в Африке, он находится. И мы движемся дальше. Мы движемся дальше, и все идет по плану, по нашему плану, о котором Анатолий Дадыч будет в ближайшее время шаг за шагом вещать. Москва. В Москве мы выступали два раза, если вы помните, да. Первый раз и второй раз, и мы выступили очень хорошо. И после этого 29 ноября 2016 года, нужно запомнить эту дату, это тестовый старт Юнибайка, или второй день рождения, я называю Анатолий Дадыч, да и наш это тоже. Мое тоже второй день рождения, я был очень рад, когда этот Юнибайк поехал, я кричал, Ирина, и тогда мне говорит, что ты кричишь? Я говорю, yes, yes, он поехал. Была классная такая ситуация, конечно, когда он поехал, так был гордо за этого маленького... Не знаю, почему Сергей Сибиряков его прозвал, вернее, я знаю, почему он его прозвал Карасиком, потому что он такой узенький, как Карасик, но тем не менее, это очень красивая машина, приятная машина, и это наш в будущем персональный автомобиль. Тоже будет видоизмененный, видоизмененный и красивый. Поездку к Далай-Ламу мы тоже знаем, Далай-Ламу нас благословил. И на Транс 2018 мы там показали эту прекраснейшую машину, как раз эта машина у нас готова, да, и вы знаете по нашему бизнес-плану, что у нас как раз 14 этап, и заключительный этап, это как раз именно сертификация высокоскоростного транспорта. И, конечно же, мы сделали еще много наших подвижных составов, вот как раз вы видите тропический тип модели Unibike, специально изготовленную для Арабских Эмиратов. Конечно, колоссальная машина, то есть прекраснейшая машина, внутри сделана, ну, просто великолепно, топ. Я хочу сказать, что, ну, знаете, когда говорят, что Mercedes, вот мы даже лучше, чем Mercedes, и я вам хочу сказать, что тот квалитет внутренней отделки радует, и мы будем четко следовать этому и поддерживать как раз наше состояние квалитета внутреннего наших Unibike и наших машин. Вот, на сегодняшний день мы уже, здесь написано на 18, но на сегодняшний день мы уже побывали на 19 международных выставках, от Берлина до Сингапура, и это правда, это необходимость, которая нужна. И мы имеем с вами небольшое предприятие, наш завод, да, это не огромнейший завод, который выпускает тысячи автомобилей в день, тысячи машин в день, но нам на сегодняшний день его вполне достаточно, и те машины, которые производятся, и те детали, которые производятся, вот этой вот прекрасной бригадой, прекрасными рабочими, инженерами и конструкторами, которые работают. И вот именно этот костяк, а вы знаете, что команда, команда это очень важно в делопроизводстве. Поэтому у нас с вами есть прекраснейшая команда, и есть у кого перенимать опыт, и если будет необходимость, то открытие фабрики, завода в других странах под какой-то проект, это дело только времени. Дело времени, а специалисты как раз вот у нас есть. То есть мы будем обучать, будем обучаться, я готов обучаться, кто-то нам изъявит желание, будем обучаться, будем открывать и так далее, будем работать в этом направлении. Но на сегодняшний день тратить средства на открытие завода нам нет необходимости, потому что того предприятия, которое у нас есть, нам пока хватает. Вот, приобретение вот этих станков лазерных и станков вот этой высокой квалификации, высокого класса точности аккума, нам это необходимо. Потому что мы устали от наших поставщиков, которые ни того класса, ни тех параметров поставляют нам запчасти. Поэтому вот вы видите на этом слайде, когда этот прекраснейший станок аккума из болванки алюминиевой делает, меняя резцы, делает льва, да, тонкого и красивого льва с его гривой и так далее и тому подобное. Поэтому мы приобрели два станка аккума, второй даже у нас получился, Анатолий Владыч тоже проявил свою смекалку инженерную, и второй нам получился еще даже дешевле. Ну ладно, это не столь важно. Вот, большую роль сыграл Дубай для нас и выставка. Это была очень красивая выставка. Было очень жарко, конечно, но очень было колоссальное количество людей приходило, смотрело на эту выставку. Невозможно было с Анатолий Владычем переговорить, потому что он был просто на расхват, но тем не менее получилось у нас с ним побеседовать. У него было 40 минут. Мы 40 минут с ним как раз там в Дубае побеседовали. Это вы видите нашу беседу, и Анатолий Владыч как раз рассказал, вкратце рассказал о событиях, которые нас ждут, и о планах именно в этой стране. Тогда я уже понял, что насколько масштабно мыслит этот человек, и насколько глубоко он мыслит вдаль, вдаль, и знает то, что нужно делать, и как делать, и так далее. И, ну, всевозможные, можно сказать так, что 10 шагов вперед он уже предвидит. Вот, и то, что сейчас происходят те шаги в Арабских Эмиратах, у нас там тоже есть фаза развития. Вы знаете, первая фаза уже закончилась, да, по 400 метров трассу, которую мы поставили, как раз вы видите на левой фотографии именно это анкерная опора. И мы встали на вторую фазу развития, где мы будем изготавливать как раз вот на этой, вот мы видим здесь первая фаза, это вот как раз анкерная опора, да, 400 метровая. А сейчас мы начинаем входить во вторую фазу, это вот эту трассу. Вот, поэтому там идет все своим чередом, и партнеры, которые с нами сейчас работают, это вот как раз одна из, одни из партнеров, бельгийская компания, почему я говорю именно на этом останавливаюсь, потому что я очень много работаю с Бельгией, да, Бельгия, Баккайрт, компания, Бедреев, компания, вот, она работает в 45 странах, с оборотом более 5,1 миллион долларов, как раз поставила нам те необходимые металлические составляющие, которые нам нужны для путевой структуры. И это очень приятно, потому что такие крупные компании обращают на нас внимание и видят, что мы достойные для сотрудничества вместе с ними. Это не единственная компания, на сегодняшний момент можно посмотреть, их там порядка 10 компаний, с которыми мы сотрудничаем, потому что не обо всех компаниях на сегодняшний день говорят. И, конечно же, по ходу, коллеги, мы сертифицируем и регистрируем интеллектуальную собственность Skyway. Это, естественно, наша безопасность и защита от недобросовестных конкурентов. И это правильно. И спасибо Анатолию Градычу за его второе высшее образование в этом направлении. И когда он работал директором именно сертификационного центра, и он понимает, как никто понимает, как это делается правильно, и как нужно в этом направлении шагать. Вот. Большое спасибо этой паре и большое спасибо нам за то, что мы в этом проекте и этот проект поддерживаем, потому что этот проект необычный, этот проект благой и светлый. Вот. Эко-технопарк. Эко-технопарк наш прекраснейший в Мариной горке, 60 километров от Минска. Мы вот как раз видим на этой фотографии наши путевые структуры, да. Первая это грузовая, легкая, провисающая, полужесткая, вот жесткая, да, вот как раз для Вини Винта. И вот здесь, то есть новая, раз, два, три, четыре, три, пять путевых структур. И на сегодняшний день как раз вот эта путевая структура, жесткая путевая структура была предназначена для ее продления на 17 километров, которая была запланирована, и для того, чтобы тестировать здесь высокоскоростную машину. Но вы помните, по определенным событиям это не произошло. И я очень рад, что на сегодняшний день вышло официальное видео от Сергея Юртишевского, это заместитель генерального конструктора по науке, да, где он рассказывает именно о событиях, которые происходят в этом направлении. То есть как раз именно запланированная дорога упирается в болото, которое внесено в красную книгу, вот вы видите здесь, да, и на сегодняшний день на пути трассы охраняемое болото, вот как раз я наверху написал, да, и на сегодняшний день происходит прорабатывание, я еще раз говорю, прорабатывание ближе к дороге Р-68 построения высокоскоростной трассы. И общая протяженность трассы теперь планируется не 17, а 22 километра. И будем следить за информацией, будем следить за теми новостями, которые будут выходить. И, ну, это хороший звоночек в эту сторону. И есть вероятность того, что в Минске мы, в Марьиной горке, мы начнем строить трассу высокоскоростную. Это очень хорошо, потому что, ну, во-первых, мы быстрее построим, во-вторых, здесь мы уже имеем опыт и, ну, вообще полностью умеем уже строить именно здесь, в нашем, с нашими работниками, уже с нашими инженерами, с отлаженной системой, с путевой структурой, мы уже знаем, как, что, откуда привозить и так далее. И мы построим здесь намного быстрее, чем у наших партнеров. Если, опять же, проработанное вот это направление будет принято, но раз такой пошел звоночек, то будем надеяться, и я знаю точно, что это произойдет. И это очень хорошо, потому что мы должны закончить как раз по плану развития, который у нас есть, вы знаете, да, 14-15 этап, это как раз вот последний этап развития. Это именно по высокоскоростному. Хотя мы идем на опережение и делаем еще дополнительные машины, всевозможные наши, да, для того, чтобы тот покупатель, тот инвестор или тот заказчик, который пришел к нам, не ушел, не насладившись продукцией. То есть пришел в конфетную лавку, обязательно купил чупа-чупс. Вот, то есть купил нашу машину с путевой структурой и со всеми ее прилегающими. То есть любая машина на сегодняшний день, как вот это было в Антрепенском доме, когда мы пришли, они говорят, что нет, нам обычный юнибайк, 14-местный, юнибус не интересен, нам интересен вот как раз 4-х, 3-х, 4-х секционный до 200 человек. Вот как раз Наталья Иванович в последнем видео, рассказывая про Юникон, говорит об этом, о том, что как раз эта передвижная составляющая, которая сейчас собирается со всеми механизмами, она как раз и будет такая унифицированная для такой машины. И это очень приятно. Очень приятно. Хочу вам показать вот этого молодого человека, Винсент, в ближайшее время, мне хочется, я заложил себе, конечно, после коронавируса с ним встретиться. Почему? Потому что это прекраснейший архитектор. К чему я это говорю? К тому, что наша технология необычная, да? Она такая, переворачивается ног на голову все полностью. И такой, как сказать, скачок человечества в новое пространство. Поэтому и с нами должны идти дальше люди, которые так же точно думают и видят. И вот Винсента, как раз он живет в Бельгии, прекраснейший архитектор, видящий вот у него на сайте, я зашел, посмотрел, у него порядка 50 проектов. Посмотрите, какие красивейшие, колоссальнейшие проекты. И я у него увидел там более 10 уже реализованных, вот в частности, вот вы видите, спиралеобразный дом. Он уже реализован в Китае. Он очень высокий, красивый очень и очень красиво расположенный там внутри квартиры. Почему я именно обратил на него внимание? Потому что все его задумки, все его воплощения, они необычные, неординарные и четко соприкасаются с нашим транспортом. Почему? Потому что, вот смотрите, коллеги, я посмотрел, вот как инженер, да, мы спокойно можем использовать вот именно это здание, соответственно, усилив его, где-то вот на этом этаже, на промежуточном этаже, мы можем спокойно сделать нашу станцию вот такого образом, да. То есть вот именно в средней части, а может быть в высшей части, в высокой части, в винтообразном таком неординарном здании, это же будет и анкерная опора. Она же будет и анкерная опора, и в то же время она будет и станция, и здание для проживания. Почему нет? Вот я к чему это веду? К тому, что на сегодняшний день появляются именно те архитекторы, которые, посмотрите, какие красивые, современные, потрясающие строения. Как раз подстать нашему виду транспорта, потому что наш вид транспорта, он тоже нового поколения, новая генерация полностью. И журнал «Национал географик» российский, я специально сделал такие фотографии с него, город мечты, да, город будущего. Но почему я здесь хочу остановиться? Посмотрите, человек, который писал эту статью, не знаючи, просто догадываясь, или просто как в будущее, посмотрев, написал статью о новых городах, вот такие вот хабы, как бы он пишет, что это квартальные хабы, будут в будущем расположены на н-ном расстоянии друг от друга. Но если вы посмотрите, вот здесь вот прописано, что соединяться они будут и между собой высокоскоростными поездами. То есть высокоскоростные поезда, и вот здесь вот прописано, здесь очень мелко, но прописано, что высокоскоростные поезда, сейчас дальше я покажу вам фотографию. Вот, смотрите, беспилотные автомобили, это как раз относится к нам, то есть человек не знает совершенно, просто он прописывает, что будут беспилотные автомобили именно в этом городе, потому что город новый совершенно, да, большинство транспортных средств будущего, но это уже сегодняшнего, беспилотные и на электрической тяге особенно пишут грузовики. То есть представляете, как человек, не знаючи, как бы просто вот фантазируя, прописал полностью то, что происходит сейчас. Наши беспилотные, у нас беспилотные транспорты, да, и особенно грузовики. То есть именно вот в этом расположении, конечно, городские хабы с этими высотными домами нам не подходят, но то, что между этими городскими кластерами будет проходить высокоскоростная путевая структура, и здесь вот как раз написано, что до 1000 км в час, вот здесь вот если вы видите, до 1000 км в час будет скорость. Это как раз подходит к нашему виду транспорта. То есть мы с вами как раз идем в ногу со временем. И мы, конечно, к этому уже готовы. И мы не будем, конечно, рассматривать эти хабовские кластерные города. У нас есть свои линейные города со своими путевыми структурами вдоль этих линейных городов. У нас свои эко-дома. Но к чему я говорю? Я к тому, что время пришло. Время пришло. И найдите, пожалуйста, в интернете есть видео, где Анатолий Эдуардович как раз очень красиво, вот на верхнем правом слайде, он очень красиво рассказывает, как будут устроены линейные города. То есть он полностью рассказал строение линейных городов, улиц, и почему это именно так, то есть обосновывая это с точки зрения экономики, инженерии и всевозможных моментов остальных. Очень хорошее видео, я его сохранил себе, если кому-то нужно, напишите мне в личку, я вам скину. Линейные города у нас готовы, поэтому Национал Географик, спасибо вам большое за то, что вы в очередной раз подтвердили, что мы идем в правильном направлении. Почему именно SkyWay? Почему именно SkyWay? Ну, потому что у нас великолепнейшая философия, и это не только безопасность, экологичность, комфорт и время. Если найдите, не буду сейчас останавливаться, найдите на нашем сайте у Анатолида Радыча, там все полностью описано, не говоря уже о векторе эволюции и нашего развития, но самое главное и основное SkyWay, конечно, это глобальный прорыв в будущее. И я точно могу вам заявить, что это новый уровень развития, это скачок человечества на новый уровень развития посредством этого транспорта. То есть мы как никогда вовремя, коллеги, мы как никогда вовремя, и то, что происходит сейчас у нас, и то развитие, которое есть, и то, что сейчас именно мы востребованы, это как никогда вовремя. То, что у нас мало сейчас информации, то, что мы немного сейчас говорим, и то, что мы ребрендировались и перешли вот в такое, как бы, знаете, затишье перед боем, это говорит только о том, что мы готовы уже выйти на рынок с нашим продуктом. То есть мы выходим на рынок правильно, то есть мы, коллеги, очищаем то, что было про нас сказано неверно и так далее всевозможными людьми и не, как это, не партнерами, которые неблагочествимы, что ли, вот так вот. Ну, в общем, мы очищаем свои перышки для того, чтобы все было красиво и правда. А в нашем случае мы действительно за нашей спиной стоит технология, за которую не стыдно. Практическая реализация – это как раз вот эти два момента, о которых на сегодняшний момент можно говорить. Это экотехнопарк в Мариной Горке и инновационный центр в Шаржи. Это то официальное, о чем можно говорить нас на сегодняшний день. Далее будет раскрываться пошагово еще, еще и еще, вот, как на примере сегодняшнего видео о высокоскоростной трассе, которая прорабатывается. Это тоже информация для размышления. Есть ли у нас дальнейшее развитие? Ну, конечно, есть. Посмотрите, мировой центр, линейные города и Транснет. А дальше у нас Spaceway. То есть у нас очень большая колоссальная работа впереди, не говоря уже о том, что сейчас происходит. Но нам с вами нужно закончить вот именно этот наш план развития, коллеги. Это очень важный этап. Мы не можем переступить на следующий, уже подготовленный этап развития. Мы не можем переступить, потому что нам нужно закончить вот этот. По всем нормальным юридическим и нормальным канонам нужно закончить то, что мы сделали. То есть у нас сейчас высокоскоростную нужно закончить. Поэтому мы торопимся и немножко идем вперед с Unicontents, Univint и так далее, со всеми нашими еще разработками. Но, тем не менее, нам нужно закончить то, что мы сделали. И большое спасибо всегда, говорит Анатолий Леонидович, тем партнерам, которые поддерживают и вновь еще входящих. Вот я же говорил в начале, что я был удивлен на прошлой встрече, что 7 месяцев, 6 месяцев назад партнеры входят с приличной суммой. Это очень отрадно. Это говорит о том, что мы правильно идем. Правильно идем и правильную информацию подаем людям для принятия решения. О последних этапах развития я уже сказал. Если кто-то не пересмотрел свои пакеты, пересмотрите. Я пересмотрел свой пакет и понимаю, насколько это серьезно. Потому что после 15 этапа такого шанса уже не будет. Я уже говорил и Владимир Маркович об этом говорит. Почему? Не буду сейчас повторяться. Вот. Реальные достижения. Центр испытаний в Беларуси, центр в Арабских Эмиратах и наши собственные производства. Это прекраснейшие достижения. Если кому-то нужны наши аудиторские проверки и всевозможные отчеты, и, пожалуйста, кто бухгалтерского склада ума и кому нужно доказательства, ну, пожалуйста, возьмите это все в открытом доступе. Есть. Можно это все просмотреть и увидеть. Как мы идем, с чем мы шли, куда мы потратили и что. Вот. Перспективы. Есть ли у нас? Есть. Дивиденды, обратный выкуп доли, выход на биржу. Но прежде чем выход на биржу, мы выходим на рынок. Что значит, выходим на рынок? Выходим на рынок очень красиво и правильно. Безошибочно. Потому что выход на рынок у нас, мы выйти на рынок можем выйти только один раз. Один раз и правильно. На биржу, конечно, мы можем еще посмотреть, на какую биржу выходить. То ли мы будем выходить на биржу на чью-то и будем платить за эту биржу. Или мы все-таки организуем свое. Это уже будет принимать решение Анатолий Владимирович сам. И я думаю, что его будет решение самое правильное и верное. Верное в этом случае. Потому что я на сегодняшний день даже знаю это решение. Но тем не менее, оно будет правильное. Потому что я вижу и знаю те шаги, которые прописаны и проговорены. Они очень верны и достойны. Достойны. И нам стыдно не будет за это. Перед детьми и перед нашими внуками точно. И мы еще детям и внукам будем рассказывать, как мы в этом во всем участвовали. Со всякими нюансами, которые будут раскрываться. Потому что не все нюансы такие вот улыбающиеся и трудные. Кстати, трудные. У нас раскрыты. Вот. Эта история, она еще откроется. И потенциал проекта, конечно, оценивается ее успехами и интересом. К этим успехам. А интересы к нашим успехам сегодня колоссальны, коллеги. Не все освещается, не все показывается. Но интерес очень колоссальный. Потому что мы действительно становимся, стали конкурентно способными. Мы стали конкурентно способными сами. Не зависящие ни от кого. То есть мы настолько сейчас сильны и уверенно идем. Даже в этот момент пандемии наш караван уверенно без воды идет по пескам. Чуть замедлился, но мы идем. Мы идем правильно и корректно и красиво. И это очень радует. И я этим горд. И если честно, всегда разговаривая с коллегами, я всегда первым сначала говорю об Анатолии Эдуардовиче. И об его заслугах. И о том, что он делает. Потому что это полностью его заслуга, его энергетика, его понимание и его дальновидение. А потом уже говорю о том, что мы сделали с коллегами. И ту заслугу и тот вклад, который внес я, внес моя супруга, внесли все те, внесли вы и так далее. И там подобное. Конечно же большую часть это сделали и делают наши партнеры. И это, честно скажу, это очень приятно. Это очень приятно и достойно. Достойно для этой технологии, потому что, коллеги, еще раз повторюсь, технология необычная, технология, которая переворачивает и дает человечеству скачок вперед в развитии. Это очень важно на сегодняшний момент. Тот, кто изучает то, что происходит с планетой и то, что происходит вообще. То есть мы идем в ногу, в ногу со временем. И это очень радует. Вот на сегодня все, что я хотел до вас донести, коллеги. Спасибо большое. Большое вам огромное спасибо. Следите за информацией. Информации будет сейчас поступать прилично. Будет распакетироваться то, что у нас уже есть. Информации очень много, очень много хорошей информации. И спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.